Царю Небесный, Утяжитель от души истины, Вечер бездесный, Вечер исполняясь. Сегодня мы начинаем первый форум православной общественности в Санкт-Петербурге на тему православной патриотики современной России, духовной основы и динамика развития и стратегии мобилизации. Позвольте сегодняшнее приветствие всех вас собравшихся в этом зале выразить из-за благодарности за любезное согласие прийти сегодня. Я это буду участие с собранием, чтобы через призму православия обсудить важные вопросы бытия нашего Отечества. Разрешите мне прежде всего имени Святейшего Путряху приветствовать все собрание сегодняшнее и пожелать нашей сегодняшней работе в подготовленности и успехах. Санкт-Петербург отличает давние традиции государственного церковного сотрудничества, приоритетным направлением которого является духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Экспонсионистские, законнические позиции у стран Запада, у нас в Соединенных Штатах Америки все равно остаются. И как бы мы ни пытались в течение 15 лет, с 1991 по 2007 год, установить с ними добрые, дружеские, современные экономические отношения, все это, как мы видим, оканчивается ничем. Нам, тем не менее, не приходится забывать о том печальном обстоятельстве, что наша страна сегодня находится в условиях войны. В 90-е годы в нашей истории был такой очевидный перекос в новации. Мы заимствовали, что не попадя. Каждый из присутствующих сделал на своем месте многое. Но только вместе мы сможем, объединяя наши усилия, превратить город Санкт-Петербург из города трех революций в город крепкой православной веры и патриотических традиций. Прекает Бог идол, как он изнутри, социум, общество, коллектив, личность, индивид. Мне поселилось организовать пресный вход из Бермского края в Санкт-Петербург. В 13-м году в Петербурге появился документ с названием православной хардер. Этими же словами я хочу закончить свое выступление. Казачица, единство, церковь Родина. Порядка десятка миллионов долларов выделяется ежемесячно иностранными государствами на войну с русской православной церкви. Западные лидеры считают, что русская православная церковь является стержнем российской государственности и уничтожить российское государство можно только если разложить и уничтожить русскую православную церковь. Против внедрения в программы школьные, тех негативных тенденций, которые приходят в Запад, это первую очередь было сексуальное посвящение, это были оккультные практики, это ювенальные инвестиции, которые только появились. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников собрания. Я думаю, что мы будем чаще с вами встречаться, обсуждать актуальные темы. И нам очень важно совместное православное свидетельство в нашем городе. И я думаю, что за вашим помощь у нас все получится. Харьев, Рассказка. Харьев, Рассказка. Всех с наступающим праздником Рождественного Победа.